Здравствуйте, меня зовут Склеров Константин Александрович. Я врач-логенист клиники Дентал Фэнтези. Я занимаюсь удалением пигментов, налетов и, в общем-то, эстетикой улыбки. Сегодня я поговорю с вами на тему, которая всех очень интересует – отбеливание. Любое отбеливание зубов основано на пероксидах, на перекиси водорода. Будь то домашнее, будь то индивидуальное, будь то профессиональное отбеливание – везде есть перекись. Это основной компонент. Многие думают, что мы отбеливаем эмаль. Это не так. Эмаль сама по себе прозрачная. Во время отбеливания мы удаляем подэмалевые пигменты и немножко отбеливаем дентин. Дентин – это вот этот слой, ну, который, в принципе, представляет основу зуба. Перекись, попадая под эмаль, делится на два компонента – на воду и на кислород. Вода выходит через дентинные канальцы, через эмаль, а кислород делает свое дело – он делает зуб белым. Как я и говорил, во всех отбеливаниях используется перекись. Только имеются разные способы доставки ее к дентину. Именно поэтому эту процедуру отбеливания нужно проходить с профессионалом – стоматологом. Перекись, помимо того, что действует на зуб, она воздействует на слизистую. Так вот, если это не контролировать, то будет химический ожог. Во время отбеливания стоматолог обязательно изолирует вашу десну, чтобы избежать химического ожога. Поэтому нельзя покупать, самостоятельно отбеливающие полоски или капы, их большое множество в аптеках, потому что вы просто не контролируете этот химический ожог. И вместо белых зубов вы получите обожженную слизистую. Есть лазерное отбеливание. Там перекись доставляется при помощи лазерной волны. Есть химическое отбеливание. Там перекись вступает в химическую реакцию и сама потихонечку проникает дентину. Есть отбеливание ЗУМ, там используются лампы. Есть домашнее отбеливание. Чем они отличаются? Как правило, они отличаются концентрацией перекиси. В гелях для лазерного, для химического отбеливания, как правило, 38% перекиси. Для ЗУМа используется 25% гель. Для домашнего индивидуального отбеливания используется гель, у которого 10-20%. Разумеется, во всем разнообразии этих методик вам поможет разобраться ваш стоматолог. Без него лучше не делать самостоятельный выбор. Очень часто вопрос, не портится ли эмаль из-за отбеливания. Как я говорил ранее, мы не отбеливаем эмаль. Мы воздействуем на слой, который под эмалью. Конечно, на профессиональном приеме мы это делаем под прикрытием. То есть, с небной стороны, со стороны языка мы наносим специальный гель, который подпитывает эмаль во время отбеливания. Это новые технологии. А в вестибулярной поверхности, той зоны улыбки, мы отбеливаем. Поэтому это безопасно. Помимо процедуры в кресле, мы обязательно назначаем домой ремотерапию. То есть, назначаем гели, которые также будут подпитывать вашу эмаль. Можно назвать это витамином для эмали. Также очень частый вопрос, насколько тонов можно сделать белее зуба. Имеются разные шкалы цвета. Например, в стоматологии мы используем стандартную витамином. Там всего 10-15 тонов, но в наборе, как куплено в аптеке, там может быть и 20 тонов. Я считаю этот вопрос нецелесообразным. Нужно делать просто красивое отбеливание. Но могу сказать, что имеется международный стандарт. Это белок ваших глаз. Вы посмотрите в зеркало, когда ваши глаза отдохнувшие, увидите цвет своего белка и сравните с эмалью. Если ваши зубы немножко темнее, значит их можно отбелить. Если они светлее, нет. На этом я заканчиваю свой рассказ. Надеюсь, он был для вас полезен. Желаю, чтобы ваша улыбка была белоснежной, чтобы вы сияли.